Доброе утро! Очень важно, что добро и зло может осуществляться только между живыми существами, то есть существами, которые имеют волю. В каком-то отношении, сложно понять, в каком отношении люди по отношению к животным могут делать добро, но в некотором отношении животные же отзывчивые, да, все-таки какое-то понимание чего-то, да. То есть мы говорим, что животное понимает добро. В этом есть. Поэтому мы не будем ограничивать только поле добра и зла только людьми. Но в некотором отношении она касается только людей, которые обладают волей. И в самом определении, если мы обратим внимание, то в добра и зла присутствуют вот самый главный фактор – это намерение. То есть только воля может иметь намерение. Может ли иметь намерение животное, мы пока этот вопрос не обсуждаем, как бы, да, нам он и не существенно. В некотором отношении может иметь намерение человек, а животное может на это намерение отвечать. И этого достаточно для того, чтобы определять, по крайней мере, добро со стороны человека. Еще важно, на самом деле, что невозможно совершить зло против, ну, это просто, опять же, раскрывая определение добра и зла, да. Невозможно ни добро, ни зло совершить в отношении вещей. Ладно, но ведь если ты поступаешь в отношении к животному, по-доброму животному будет поступать, соответственно, тебе тоже по-доброму. То есть животное понимает добро. Я и говорю, что животное может отвечать, оно реактивно. С другой стороны, когда человек делает добро в ответ на добро, является ли это добро? Сейчас мы как раз к этому вопросу и подходим. Собственно, мы хотим обсудить добро не в его абстрактном определении, а в том, как оно реально функционирует. В некоторой связанности мира. Ведь мир же не в том, что я существую один, и с моей стороны есть какая-то активность. А мир всегда взаимодействие. Взаимодействие различных активностей, взаимодействие различных волей и устремлений. И поэтому одно добро, естественно, порождает ответное добро и так далее. Мы это хотим обсудить. Но здесь важно просто, я вот хотел заметить, что невозможно добро осуществить в отношении вещей. То есть, на самом деле, я не могу принести добро стулу. То есть, починив стул, допустим, у него ножка сломалась. Это издержки арестуются. Нет, 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 дело не в этом. Дело в том, что я хоть так и говорю, но это не совсем так реально. Почему? Потому что стул кому-то принадлежит. Если это просто камень на дороге. Камень никому не принадлежит. Я когда камень на дорогу принесу какое-нибудь добро, не знаю, в чём оно может состоять. Но, допустим, камню вредно находиться в воде, я его возьму из воды и отнесу на сушу. Ну, допустим, почему-то я решил, что это для него добро. Что это для него польза. Я эту пользу совершил. Трудно понять, что тут добро-то состоит. Хотя с моей стороны и некоторая воля есть. Но если этот, ну, камень плохой пример, да, если этот стул, который я подчинил, принадлежит другому человеку, то, подчиняя стул, я оказываю некоторого рода пользу человеку, которому этот стул принадлежит. И поэтому, когда мы действуем в отношении вещей, не просто как бы вот некоторых природных сущих, да, каких-то там, а именно вещей, мы приносим пользу людям через вещи. Просто вещи как бы обосредуют вот это добро. Точно так же в отношении, скажем, стихий каких-нибудь. Например, если река служит источником пищи, там, источником воды, там, источником, условно говоря, там, жизни вообще, да, для какого-то, каких-то людей, то защищая эту реку, ну, там, допустим, от выброса каких-то там фабрик, защищая ее от, например, строительства электростанции, которые часто очень губят все там вокруг этой реки. То есть, осуществляя некоторого рода действия, да, которые как бы идут на сохранение некого статуса кво этой реки, я на самом деле приношу добро людям, которые на этой реке живут, которые как бы от этой реки питаются, и, собственно, которые как бы от этой реки своей жизни зависят. То есть, не все так просто. С одной стороны, мы не можем принести добро предмету, поскольку предмет как бы неодушевленный и не имеет воли. А с другой стороны, на самом деле, чей предмет, ну, в нашей Вселенной, да, он, на самом деле, связан с некими людьми, да, с некими субъектами. И вот, когда я осуществляю какие-то действия над предметом, на самом деле, я осуществляю некоторого рода действия в отношении людей. Я же ведь могу ли человека оскорбить? То есть, например, определенного рода действиями, да, определенные действия с предметами я могу, например, нанести моральный вред, как говорят, да, человеку. То есть, это самое, принести зло. То есть, поэтому с предметами не все так просто, но мы не будем обсуждать сейчас предметы. Это как бы, может быть, потом, когда уже всю цепочку пройдем, может быть, дойдем до предметов и будем пытаться понять, как на самом деле с вещами и с предметами происходит дело, да. Почему на самом деле существует, например, произведение искусства, да. Вот это некие выделенные предметы в нашем обиходе. У нас есть, например, предметы, которые мы просто пользуемся. Есть предметы, как бы, почитаемые, типа иконы. Есть предметы, которыми мы восхищаемся. Это произведение искусства и прочее, прочее. То есть здесь, на самом деле, мы как бы мир, который обживаем, он для нас не просто какой-то такой нейтральный мир, а на самом деле он значимый мир. И все вот эти значения разные. Ну ладно, давайте эту тему оставим. На самом деле перейдем к главной теме. К главной теме, которая состоит в том, что такое добро и зло, но в его уже практическом применении. Вопрос здесь идет о том, на самом деле, что существует некоторого рода отношения людей. Не так получается, что я просто совершаю добро, и это акт только с одной стороны. На самом деле всякого рода акты всегда есть взаимодействие. И если я совершаю в отношении какой-то воли что-либо, то поскольку другая воля является точно так же свободна, как и я, то на самом деле эта воля тоже в отношении меня что-либо совершает. То есть на самом деле мы берем сейчас единичный акт взаимодействия и попытаемся на основе этого единичного акта посмотреть, какие бывают взаимодействия. Вот первое, самое простое взаимодействие, мы сейчас будем обсуждать, это добро, да? Потому что когда перейдем к злу, там просто будут некоторые роды асимметрии, асимметрии, асимметрии. Но нам сейчас важно именно со стороны добра рассмотреть вопрос. Первый способ обмена состоит в том, каков обмен мы осуществляем в экономике. То есть наиболее простой обмен. Мы точно так же в экономике совершаем отношение кого-либо какое-то добро и обмениваем... Неправильно, надо сказать так. Мы совершаем отношение кого-либо какую-то пользу и обмениваем пользу, которую мы оказываем, на пользу, которую нам оказывают. То есть экономика — это и есть обмен пользами. Мы сейчас тоже не будем обсуждать, на самом деле, что там есть какие-то тоже нюансы, как бы. Но в некотором отношении всегда речь идет о том, что экономика — это некого рода взаимовыгодный обмен. Допустим, я оказываю кому-то услугу, за это получаю, допустим, какое-то вознаграждение, и на это вознаграждение есть некоторого рода пользы, которая мне принесена, я могу что-то сделать для себя. То есть я фактически поменял одну пользу на другую пользу. И получается, что в каком-то отношении экономика, она тоже добра. Она тоже относится к свете добра. Но здесь возникает странный разговор, что в экономике, в экономическом обмене всегда всякого рода такие обмены обусловлены прибылью, которую я заранее оговариваю, когда хочу совершить какого-либо рода обмен. Я же не просто так оказываю услугу. У меня есть некий приз-курант моих услуг. То есть я согласен за определенную сумму, или за определенную встречную какую-то пользу что-либо сделать, если лечь идет об артель. То есть на самом деле всякого рода такой экономический обмен, он имеет вот эту вот изначально корыстную составляющую, изначально цель, которая состоит в прибыли в некоторой. То есть собственная цель экономического обмена и состоит в том, чтобы в этом взаимном принесении пользы получить вот эту вот пользу. Получить некую прибыль, которую потом используют. Я, например, умею лучше всего делать одно дело, другое умеет лучше всего делать другое дело. Мы как бы обменялись продуктами наших умений, и каждый оказался в прибыли. Здесь поэтому всегда следует говорить о том, что экономический обмен и добро в экономическом обмене, оно постоянно обременено вот этой корыстностью. Мы понимаем как-то интуитивно, что здесь что-то не совсем добро. То есть понятно, что здесь какое-то начало добра есть, потому что люди приносят друг другу пользу, и вроде это хорошо. Но поскольку как бы все это обращается тем, что на самом деле целью является не сама польза, которую мы приносим другому человеку, а, собственно, выгода из-за самого обмена, то возникают всякого рода проблемы, которые, например, связывают с капитализмом, с капиталистическим обменом. Что на самом деле выгода вот эта нажила как-то главнее всего. И как бы она становится даже бессмысленной, потому что уже не смотрят на людей, уже ни на что не смотрят, да? Что это как бы богатство ради богатства, деньги ради денег. То есть вот когда гипертрофируется вот эта вот нажива, да, вот погоня за прибылью, перед, на самом деле, изначальным, вроде бы, правильной установкой обмена пользами. Ведь это разумно, на самом деле, обменяться пользами. Но эта разумность, она имеет вот такую сторону гипертрофированную, когда уже, это самое главное, уже не сама разумность, да, не сама польза, не сама, и в конце концов, в этой пользе добро, а когда самое главное нажива. И тогда возникают вот такие элементы, когда ты пытаешься обмануть другого, да? В экономике же присутствует такой момент, да, что на самом деле я только симулирую то, что хочу тебе принести пользу, да, а на самом деле хочу тебя обмануть. Хочу как бы завлечь тебя в некое отношение, ты будешь надеяться на то, что я тебе пользу окажу, а фактически в последний момент я тебя обману. Ну, это первый способ взаимодействия людей, да. Все-таки экономика – начало добра, но она вот в этом добре не удерживается в силу того, что цель экономики, цель экономического обмена нажива. Вторая позиция. Вторая позиция, мы вот обсуждали в прошлый раз как раз, она связана с таким обменом, который можно было бы назвать в виде метафоры, мы об этом тоже обсуждали, взаимопомощи на дорогах. В чем там суть? Суть состоит в том, что мы каждый, ну, это взаимопомощь на дорогах – это просто метафора. Можно говорить о гостеприимстве, да, то есть можно говорить о помощи пожилым и детям, то есть можно говорить и там какие-то другие метафоры взять. Просто взаимопомощь на дорогах… Да, там мотивы. Да, вот как раз тут важны мотивы. Взаимопомощь на дорогах, она интересна тем, просто что она как бы понятна очень, да. Суть состоит в том, что каждый автомобилист ездит на дорогах, и часто случается, что кто-то попадает, ну, скажем, в каком-нибудь глухом месте, в какую-то неприятность. Допустим, он съехал с обочины там и выехать сам не может, да. Ну, как бы машет рукой, да, подъезжает, ну, кто-то останавливается, трос, ну, берут трос и вытягивают человека, или там, может, там, еще что-то может произойти, там, например, нужна аптечка там или еще что-то. Ну, то есть много что может случиться на дороге, и часто эта помощь на дороге оказывается совершенно как бы бескорыстно. Да, то есть человек буквально оказывает помощь и не требует ничего взамен. И здесь нет никакой вот этой цели наживы. Ну, как можно нажиться, что тут наживаться-то, да. Ведь это некая случайность. Она случается или не случается. Но на самом деле, если вдуматься, да, и взять всю совокупность вот этих взаимоотношений на дороге... А, Широтов тоже такое есть. Или упишут. Говорит, то он не спадает, то поднимает и не требует за это. Да, да. Это, в принципе, в человеческом обществе, это, на самом деле, не нечто особенное. Мы обсуждаем как раз добро в другой его форме, где целью является не нажива, а где целью является некое разумное начало. В чем разумность этого начала? Она состоит в том, что если взять все совокупности таких помощь на дороге, то фактически здесь речь идет о том, что человек, допустим, водитель какой-то, например, я, я просто понимаю, что когда-нибудь и я могу оказаться в такой ситуации. И мне точно так же потребуется такая помощь. Ну и разумно поэтому самому помогать, чтобы, оказавшись в такой ситуации, мощь, как бы, ну, иметь, условно говоря, право какое-то, да, иметь, ну, тоже точно так же попытаться остановить другую машину, чтобы она тебе помогла. Да, вот тут есть, как бы, вот этот момент того, что, момент справедливости некий, да, вот момент некой разумности, да, что вот я сейчас делаю какое-то добро, чтобы потом когда-нибудь, может быть, сделали бы добро и мне, если потребуется. Ведь самое тут важное, что этого, может, никогда не потребовалось. Я, может быть, такой водитель, что мне никогда не потребуется в дороге, чтобы мне кто-то помогал. Это совершенно не важно, на самом деле. Здесь нету вот этой вот непосредственной корысти, да. Здесь просто есть некое участие в неком едином разумном механизме, что разумно на самом деле друг другу помогать, что в этом есть некоторого рода, скажем так, солидарность. Общая безопасность. На самом деле это проявляется также в семье, это проявляется, допустим, мы помогаем старикам, потому что понимаем, что и у нас есть старики, где-то они там живут, допустим, вдали от нас. И точно так же кто-то им точно так же помогает, переводит их через улицу, если надо перевести через улицу, или там ходит в магазин, или что-нибудь делает для них. Мы помогаем детям, потому что прекрасно понимаем, что и нашим детям помогут. По крайней мере мы на это надеемся, на некую разумность, устройство мира, в котором мы оказываем некоторое родное действие, рассчитывая, что где-то кому-то точно так же, например, родственникам, нашим друзьям точно так же окажут добро. Например, тема гостеприимства, опять же, почему она так важна, и в древних обществах она очень супер важна была. Ну сейчас в меньшей степени, потому что сейчас есть гостиница, и как бы все это, весь быт стал разумным. Раньше ведь не было ничего такого, ты приходишь в другой город, тебе надо где-то остановиться, и сейчас это было непонятно где, и как действовать, не будешь же ночевать на улице. Поэтому был такой принцип гостеприимства, что обязательно надо было встретить гостя, и как бы его накормить, как бы их положить, спать уложить и прочее. То есть здесь присутствует в этом элементе опять же та же самая разумность, состоящая в том, что ты рассчитываешь на то, что ты тоже будешь точно так же в далеких краях, понимаешь? И точно так же тебе потребуется такое же гостеприимство. Ну понятно. Нет, так вот это добро, на самом деле, если думаться, вот это добро, оно и есть то добро, которое мы можем назвать справедливостью, или принципом, из которого говорит, делай другому то, что хотел бы, чтобы другой сделал отношение к тебе. То есть это добро, обмен, но не обмен, в котором целью является какая-то прибыль или нажива, а обмен, в котором осуществляется некий разумный эгоизм. Вот первый эгоизм, эгоизм в экономическом обмене, он неразумный может быть, потому что само желание прибыли, само желание наживы может зашкалить так, на самом деле, что ты просто будешь под себя грести, тебе будет все равно, что где-то там люди умирают, кому-то не хватает, что на самом деле обогащение, твое обогащение, есть объединение других людей, тебе все равно. Это вот эгоизм неразумный, когда ты только под себя гребешь. А здесь как бы разумный эгоизм, на самом деле. Почему разумный? Потому что ты действуешь в отношении к другим, совершаешь добрые дела, то есть совершаешь в отношении к ним какую-то пользу, но при этом, на самом деле, все-таки имеешь какую-то прибыль. Пускай не такой прибыль, которая сразу к тебе возвращается, а которая осуществляется, на самом деле, в силу системы самой, да? Системы, что где-то так же, точно так же имеешь социальную гарантию. Но можно сказать так, на самом деле, общество устроено разумно, ведь в целом, на самом деле, общество же не устроено, как бы хаотично. И все вот это, мы же на самом деле прекрасно понимаем, что помогать детям, что помогать старикам, уступать место, пожилым и прочее. Очень много таких есть вещей, на которых мы даже как бы настолько уже для многих привычны, что они даже не задумываются об этом, просто само собой разумеется. Ведь на самом деле, во всем этом проглядывает вот эта вот разумность, разумный эгоизм, что когда-нибудь и мы станем стариками, да? Что и когда ты, и у нас когда-то будут дети, что и нашим детям точно так же нужно будет помочь. Так вот, самое-то интересное, что, если подумать, никакая светская мораль не может подняться выше вот этого взаимопомощи на дорогах, выше разумного эгоизма. Она не может подняться, потому что... А что значит светская мораль? Ну сейчас я просто объясню, почему именно светская мораль не может подняться. Ну что, бывает же светская мораль, и потом, бывает только мораль единственная, которая религиозная. Я не знаю, я просто спрашиваю в твоем понимании. Ну, некая этика, скажем так, вот, бывает светская некоторая этика, этика бывает светская, бывает религиозная, этика же не обязательно имеет религиозные основания. Нет, ну просто светскость, она подразумевает некую аристократичность. Нет, подсветкость имеет в виду не религиозность. Ну свет, это слово же, высшая светка. Нет, светской противопоставляется религиозность. А, ты противопоставляешься, вот, я почему спрашиваю, чтобы понять, это правильно. Так вот, вопрос в чем состоит, что в некотором отношении разумный эгоизм, вот, есть вершина светской морали. И в политике это выражается тем, что вершиной понимания добра в политике является справедливость. Что вот этот принцип, как бы, что осуществлять некие действия и желать, чтобы, с тем целью, чтобы и в отношении тебя такие же действия осуществлялись, это некоторого рода принцип разумности, принцип равновесия, принцип справедливости. И все, как бы, в обществе светско всегда выстраивается вокруг этого принципа. Но на самом деле еще есть принцип добра. Так вот, принцип добра, мы это тоже обсуждали, он на самом деле всегда жертвенный. Принцип добра, он нарушает справедливость, да, потому что ты, как бы, выступаешь, вот, из этого принципа равновесия и становишься вот в некую другую позицию, да, и жертвуешь, как бы, собой. То есть ты, принцип добра всегда осуществляется за счет человека, за счет некого-то жертвы человека. Принцип справедливости, своего рода, это тоже некоторое осуществление добра. Что состоит, собственно, давайте тогда обсудим, что состоит принцип добра. Ну, допустим, вот для этого, чтобы это понять, надо взять христианство, потому что христианство, христианство, ну, первое предложило вот такой принцип, потому что иудаизм, допустим, это все-таки еще религия справедливости, да. И все эти политеистические, всякие ворота, религии, все эти религии справедливости, они не могут выше подняться. Вот, например, давайте, короче, перейдем к христианству, вот возьмем, я тут посчитал, попытался разобраться в индуизме, там, в буддизме, да, в йоге. У них на самом деле высшим принципом, опять же, ну, по крайней мере, насколько вот удается понять это, да, является принцип справедливости. Ну, скажем, в философии индуизма, да, в йоге присутствует вот понимание вот некого закона кармы. И этот закон кармы понимается интересно, очень, да, он понимается в смысле некого рода обмена. То есть человек находится в связи со всем окружающим, и все его поступки, и все его действия, они ему возвращаются. Они либо ему возвращаются прибыль, если он действует на стороне, как бы вот то, что приносит пользу, да, делает добро, то ему возвращается добро, а если он совершает некоторого в действии во вред, как бы, и осуществляет зло, то ему возвращается зло. Причем в силу вот этого самого режима постоянного перерождения, да, то это возвращение осуществляется на уровне, как бы, вот, нового рождения. То есть если некоторого рода карма, да, она, как бы, сохраняется во всех перерождениях, она, как бы, вот, накапливает, либо, вот, некие негативные, негативные поступки, да, либо позитивные. И в зависимости от состояния и, как бы, баланса, негативные и позитивные, вот, возникает новое перерождение. Так вот, закон кармы, на самом деле, тоже закон справедливости. То есть они, и индуизм тоже стоит на уровне, все-таки, вот этого добра, которое понимается, как помощь на дорогах, скажем так. Да, что я сейчас осуществляю кому-то добро, на самом деле, да, чтобы когда-нибудь, где-нибудь мне, в каком-то кармическом там пределе, да, это мне принесло прибыль. Реально христианство тоже можно так понять. Потому что, ведь, когда человек действует ради Бога, ну, даже в Евангелии есть такие примеры, да, вот, допустим, Иисус Христос говорит, что не поступайте, как, вот, фарисеи лицемеры, которые ходят на перекрестки, там, милости не раздают. Что-то другие люди, видевшие это, похвалили это, да, потому что, тем самым, они, вот, уже получают здесь награду себе, да. А поступайте, и отдавайте милостынюю тайну, так, чтобы, вот, правая рука не знала, что делает левая рука, да. То есть, здесь, и получите награду, как... Чтобы только Отец Небесный видел. Да, чтобы Отец Небесный видел, как бы, и Он вас даст. То есть, корысть сохраняется, Отец-то видит. Да, я и хотел сказать, что на самом деле... Чтобы Отец не видел еще. Не, а вот, я и хотел сказать, Отец не может не видеть, Он же Бог, Он же Абсолют, Он все видит, Он все видит, Он читает сердце. От Отца ничего скрыться не может. Так вот, вопрос-то и получается в том, что, получается здесь отношение к христианинам... Ну, слушай, в этом втором случае, когда действие ради Бога, корысти все-таки меньше, чем когда, вот, чисто, почеславится перед людьми. Конечно. Не, ну, когда почеславится между людьми, это простой обмен, фактически. Фактически ведь... Не, ну, подожди, подожди. Простой обмен, это простой обмен. Это я тебе дал грушу, ты мне дал яблоко. Не, 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 подожди. Тут я перед людям, и даю тебе грушу, и не требую ничего взамен, все говорят, какой Валя добрый дал бы эту грушу. Мы же должны понимать, на самом деле, что прибыль не обязательно является материальной. Прибыль может быть в виде почета. Просто лучше различить, как бы, по уровню. Это мои любимые занятия теперь, эти уровни, как бы, совершенство. Первый уровень, это просто груша на яблок или груша на грушу, другого сорта. Второй уровень, это когда вот почеславится, это уже повыше, понимаешь? Все-таки добро-то сделано, хотя и раньше славится. Третий, это перед Богом. Перед Богом там много еще тоже позиций. Перед Богом просто, я хочу просто сначала показать, что перед Богом можно понять. Как своего рода, опять же, корысть, да, такую-то отложенную, как помощь на дорогу. Там же тоже вот есть корысть, как бы, в смысле разумного эгоизма, но она отложена. Ты ей можешь воспользоваться, а можешь не воспользоваться. Но даже, но ради Бога можно же, как понять, что ради своего спасения. Ты как бы делаешь, приносишь добро людям. Помнишь, Христос говорит там, что если вы помогаете там бедным, там, если вы помогаете там, какие-то там, голодающим, умирающим и прочим, и прочим, то вы мне помогаете. Опять же, ты забыл. Если ты поступаешь как раб Божий, то да, ты делаешь это ради награды. Но ты же можешь поступать как сын, тогда ты делаешь это не ради награды. Я не забыл, я просто хочу. А ты делаешь это из любви к Богу. Я хочу, я то и хочу. А можно ли считать то, что ты делаешь из любви корыстью? Нет, я и хотел то, что ты хочешь сказать, только как-то просто заострить хитрым образом. Сначала показать, что можно это понять точно так же, как вот взаимообмен, да, то есть как корысть, или как разумный эгоизм, но отложенный. Случай, когда перед нами раб Божий, так и есть. И само Евангелие дает понять, что мы можем находиться в отношении Бога вроде как в некого рода торговле. «Я делаю добрые дела, чтоб ты однажды меня спас». Так можно ведь тоже понять. И многие люди так и понимают, они находятся в некой иллюзии всеобщего обмена, где на самом деле постоянно за все нужно что-нибудь заплатить. Ведь, опять же, закон этой кармы тоже так же. Что бы ты ни сделал, либо тебе платят, потому что ты оказываешь добрые дела, и они твои должники. Причем кармические должники. Если они сейчас не отдадут тебе плату, то они будут отдавать плату тебе потом, в других жизнях. Или наоборот, ты, например, воспользуешься чужим трудом, чужой вещью, чужим благодеянием, и ты становишься кармическим должником своего благодетеля. И точно так же, либо в этой жизни, либо в другой жизни, или в следующих жизнях должен будешь все это отплатить и отдать. То есть, так же и здесь получается. На самом деле, можно понимать в отношении с Богом так, что я создаю много дел и много добрых дел, и получается, что Богу надеваться некуда. Ну как, ты приходишь такой, весь нарядный такой, весь такой, весь праведный, и говоришь, Бог, ну как так? Вот я вот от и до там сто дел сделал добрых. Вынь да положь, как бы, да где там расписка-то, что я тут должен в раю, где тут люкс, как номер на небесах. На самом деле, в каком-то отношении католичество декоментарь рассуждает. То есть, исполни какие-то свои дела, искупи свой грех, и все, как бы, обязан. Буквально вот, можно даже выкупить, понимаешь, купить бумажку об искуплении грехов, бумажкой на небо подняться, в канцелярию предъявить и скажешь, ну, ты, конечно, убийца, да, ты, конечно, плохой, но у тебя бумажка, ничего не сделаешь, типа, давай, вот сюда, вот твой номер люкс на небесах. То есть, даже так. Причем, почему вообще возможны индульгенции? Потому что, оказывается, вот, святые люди, типа, там, Франциско-Азийского и прочие, они сверхдолжные дела совершают. И вот эти вот сверхдолжные дела, они оказываются, как бы, во владении церкви. Церковь ими владеет, и она может ими торговать. Ну, как бы, там, на благо, конечно, общего. Благодатью. Благодатью. Да, благодатью она может торговать. Вот так. В православии такого нет, но, тем не менее, даже... А в действии сейчас тоже такого нет? Сейчас нет индульгенции. Ну, вот, недавно где-то я слышал, что это якобы опять продавали. Да? Да. Вот сегодня и долго не было такого. Не, ну, дело в том, что, Лютов, то и выступил, и больше всего уже, как бы, именно, и вот эти вот, некие торгашеские отношения с Богом же, больше всего ей не нравилось. Ну, как так можно с Богом торговаться? И, главное, получается, что Бог, как бы, обязан, понимаешь, чтобы некого-то рода, если ты такой весь праведный из себя, что Бог, как бы, обязан просто, ему деваться некуда, понимаешь, что ты его, как бы, принуждаешь Бога, принуждаешь это сделать, осуществить отношение тебе спасения. Но, на самом деле… Выкуп. Да, выкуп, выкуп. Так, ну, везде, если вдуматься, везде, везде, одна и та же логика. Вот сейчас я, как бы, говорю уже важные… Это сила, собственно, с точки зрения разговариваю в виду. Везде одна и та же логика, а именно логика недостатка. Везде речь идет о том, что такое долг. Я кому-то что-то дал. Да? Я, как бы, я, как целая, от себя какой-то кусочек отсек, так, и кому-то что-то дал, да? Ну, неважно, это деньги, там, благодеяние, неважно что. И он не должен. Все, и все с точки зрения недостатка, да? Вот был кусок какой-то, кусочек отрезали, отдали, и, как бы, надо вернуть, чтобы восполнить кусочек. То, что целая, это теперь, как бы, немножко получил ущерб, и ущерб надо восполнить. Отсюда возникает понятие долг в морали. Ну, или вообще понятие долг не только в морали, в экономике, везде. Я кому-то что-то даю, чтобы ты мне вернул. Да? И вот все вот эти взаимодействия, все исходят из того, что вот есть некое твое целое, да? Вот, которое твой круг. Нечето, то, что ты называешь, мое. И если ты из моего что-то кому-то уделяешь, как бы, то ты, тем самым, тот тебе должен. Самое, что интересное, что вот это вот взаимоотношения должника и кредитора, они настолько стали, как бы, фундаментально в нашей культуре, что сейчас используются для того, чтобы завоевывать государство. То есть, начало, как бы, некое государство, скажем, не буду называть какое, да, оказывает маленькие, как бы, кредиты какому-то другому государству, да? Как бы делает пользу. Отдает, дает, 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 дает. И оказывается, в какой-то момент, что то государство становится, должно просто, там, так много, что оно никак не может это выплатить долг. И тем самым вот эта, ну, система вот этого отдавания долга невозможно просто взять и отсечь и сказать, что, как бы, я вам не должен, типа, мне на вас наплевать. Даже, даже российское государство, как после революции, даже оно не смогло отказаться от садских долгов. Ну, пыталось, конечно. И даже Сталин пытался отказаться от долгов по, не там, по закупкам, как бы, военной техники. Но, на самом деле, все это не удается. Реально, на самом деле, приходится все это отдавать. Так вот, это вот получается, что долг, на самом деле, это даже способ манипуляции, такой очень хитрый и очень такой, не просто даже манипуляция, а владение суверенитетом другого государства. Если другое государство слишком много должно, ему уже деваться некуда, оно просто отдается уже, просто продается полностью с потрохами. Деваться это некуда. Так вот, понятие долг проникло также и в мораль. И точно так же в морали рассуждает, исходя из этого ущерба, да, исходя из того, что нужно вот возмещение ущерба, да, вот это такое есть понятие. Это все понятие справедливости. Что такое понятие справедливости, да, если его убрать в таком простом образе? Это вот некое понятие равновесия. Вот есть некое равновесие, да. Если, как бы, равновесие нарушено, надо его восполнить, да. Либо идет ли это о долгах, да, то есть ты взял кого-то в долг, должен отдать, вернуть, как бы, идет, или это о делах, если ты что-то против кого-то действуешь, да, то другой тоже имеет право против тебя действовать таким же образом. Ну, как бы, равновесие. Она в равновесии в делах, равновесия в обменах, равновесия в поступках, равновесия в ответ, во всем равновесии. Вот эта система равновесия, эта система связана с действием и противодействием. Как бы, она, как возникает равновесие. Две силы, как бы, схлопываются, и в некое равновесие, как арка, да, образует вот это напряжение. Арка стоит за счет того, что есть взаимное напряжение. Некоторого рода действия сил давления и противодействия этому давления. Силы, статические силы равновесия, если можно так выразиться. Точно так же и во все проявляется, в том числе и в морали точно так же проявляется. Мы на самом деле действуем в отношении друг друга определенным образом, просто потому что понимаем, что если будем нарушать равновесие, которое создалось в обществе, то, как правило, мы не покушаемся на свободу другого человека. Потому что понимаем, что в противном случае с силой закона равновесия, ну иначе это закон о симметрии, другой человек тоже имеет право покуситься на мою суверенность. И поэтому я не покушаюсь на суверенность другого человека, чтобы он не покушался на мою. Точно так же и государство не покушается на суверенность друг друга, чтобы, соответственно, не потерять свою суверенность. Тут все амбивалентно всегда, и все всегда находится в симметрии. То, что ты позволяешь себе в отношении к другому, а другой ведь тоже имеет право позволить в отношении к тебе. Если ты применяешь силу, то и другой, по-моему, имеет право применить по отношению к тебе силу. И поэтому мы не стараемся все конфликты решать силовым путём, а стараемся как-то по-другому это делать. Потому что один раз ты окажешься сильнее, а другой раз ты окажешься слабее. И против всякого улома есть как бы другой улом, условно говоря. Поэтому всё всегда сводится, опять же, от некой статики, к некой равновесию. И постоянно вся цивилизация, она на самом деле, время от времени случается война, но постоянно скатывается в некие энергетические равновесные уровни, и в ней постоянно находится. Но на самом деле, помимо закона равновесия, есть закон добра. Это закон, нарушающий равновесие. Почему? Потому что на самом деле добро и зло точно так же находятся в некого рода равновесии. Для того, чтобы осуществлялась справедливость, необходимо, чтобы было зло. Почему? Потому что как наказать того, кто пришёл к тебе с насилием? Применить по отношению к нему насилие. То есть как наказать преступника? Применить по отношению к нему его же методы. Он, допустим, убивает, значит, можно его убить. Он ворует, значит, можно и у него время своровать, посадить в тюрьму. То есть везде вот эта взаимная симметрия. Ты покушаешься на некоторого рода права, суверенность других существ. Другие существа имеют право покуситься на твоё право, права твою суверенность, вплоть до твоей жизни. Что такое добро, которое действует в равновесии добра и зла? Когда человек полностью становится на позицию добра. Он тогда как маятник. Маятник находится в равновесии таком динамическом. Он кащается вокруг некой точки. И это естественно, потому что равновесие так и достигается. Равновесие – это не просто статика, которая обязательно свалилась и всё. Равновесие бывает динамическое. В некотором отношении всякого равновесия всегда динамическое, больше степени, чем статическое. Так вот, маятник колеблется – это естественно. А вот представьте себе, что маятник в одну сторону отклонили и всё. Вот что такое, на самом деле, встать на сторону добра, выбрать одну сторону. Это значит наушить всю естественность процесса. То есть, это неестественно. А значит, если неестественно, то и в том числе и неразумно. То есть, ты становишься на сторону добра, совершаешь только добро, независимо от того, совершает ли в отношении тебя добро или нет. Независимо от того, совершает ли в отношении тебя зло или нет. То есть, ты на самом деле даже против зла совершаешь добро. То есть ты действуешь несимметрично. И действовать несимметрично можно единственным способом – пожертвовать собой. То есть если ты собой не жертвуешь, если ты участвуешь во всех этих симметричных процессах, взаимоотношениях с другими людьми, то ты постоянно на удар отвечаешь ударом, око за око, зуб за зуб. И не обязательно ударом, потому что ты просто на какое-то действие с другой стороны всегда ответ какой-то симметричный даешь, чтобы, допустим, тебя не считали. Это же во всём проявляется, даже в психологии. Если тебя кто-то критикует, ты в ответ какой-то ответ даешь. Если тебя кто-то пытается унизить, ты показываешь, что у тебя честь присутствует и прочее. Это во всё проявляется. Так вот, встать на сторону добра означает на самом деле ответ давать только со стороны добра. То есть никогда не противодействовать никаким образом со стороны зла. И это возможно только пожертвовав собой. И вот эта вот жертва, как я думаю, в отличие от принципа справедливости, она может быть бескорыстной. Это вот единственная позиция бескорыстная. Где нет корысти ни прямой, как в экономическом обмене, ни косвенной, как в метафоре помощи на дорогах, да, или гостепериевства и прочего. А где вот настоящее добро, которое мы желаем в смысле идеальной этики. Вот есть некая идеальная этика, где мы хотим полностью направить все свои усилия на добро. Не на осуществление помощи ближним ради Бога. Ведь когда я осуществляю помощь ближнему ради Бога, я ведь тем самым забываю ближнего. Ближний тогда становится для меня неким инструментом достижения моей цели, да, спастись. Я забываю ближнего. Не так, нет, не так, что на самом деле всякий раз, как бы, я отклоняю цель куда-то и устремляю куда-нибудь. Будь ли это Бог, будь ли это там кармический какой-нибудь закон, там, достигнуть какой-то нирваны или чего-либо там. Будь ли там, как бы, еще какие-то другие, разумные. Причем это все же разумно же, как бы, да. Ведь даже в крестьянстве можно же, говорю, обсуждать его как бы со стороны разумности. Со стороны разумности того, что я помогаю ближнему, потому что, как бы, хочу спастись. Это же разумно. Это же все равно, что вкладывать, можно вкладывать в экономику, зарабатывать материальные вещи. А можно вкладывать, как бы, в дело спасения, да, там, зарабатывать, как бы, добрыми делами, там, будущей, как бы, там, прибыль, связанную с тем, что, вот, на небесах, там, где-то ты будешь, среди правительства. Это же тоже важно, как бы, и в этом во всем, как бы, можно усмотреть, опять же, вот эту вот, скажем так, обширную экономику. в широком смысле экономика, где все-таки ты нацелен на некоторого рода прибыль, пускай не на живу, потому что на живу это гипертрофия, прибыль. А вот именно прибыль, ты понимаешь прекрасно, что ты не просто так действуешь, что есть некоторая цель, некоторая отдача, которую ты потом, в будущем, или не обязательно даже для тебя, для твоих родственников, потому что родственники это ведь тоже наше тело, или наш род, это тоже продолжение нашего тела. То есть какую-то прибыль ты все-таки с этого и хочешь иметь. То есть ты всегда рассчитываешь на некую прибыль. Вот некая есть разумность, вот такая эгоистическая разумность, и она должна осуществиться. А теперь я нацеливаюсь на добро, исходя исключительно просто из самого добра. В этом, тут когда я чем-то жертвую, осуществляю ли я при этом прибыль? Вот в чем проблема. То есть, понимаешь, если я изначально в самом акте добра, да, если я осуществляю жертву, жертву собой, да, например, я помогаю ближнему, трачу на него кучу времени, да, своего, которого какого-нибудь, каждый ведь из нас свое личное время считает, оно такое драгоценное, как бы я много мог чего сделать, время, здоровье, средства, имущество. Ты все это тратишь, все это уходит, ну без расчета на то, что как-то Бог это оценит, тебя спасет, без этого. Нет никакого расчета. Мотив-то есть какой-то, мотив есть, либо дружба, либо любовь, там, либо еще, вот, все тогда. Вот, да вот, вопрос состоит в том. Мотива может быть дружба, любовь? Мы теперь дошли, как бы, до самого главной проблемы, которую хотели отсюдить. Возможно ли такое осуществление добра без мотива? Вы что, хотите сказать, что невозможна дружба, невозможно любовь? Мы же это обсуждаем. А дружба... Вот как ты здесь сидишь... Подожди, а дружба это помощь на дорогах. Да нет же. Ну, давай. Это дружба какая? Что Vegas, ты дружишь со всеми, кто на дороге, это все твои друзья. Не, 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 ну просто есть разные степени, это помощь на дорогах. Есть помощь на дорогах... Не, а что подожди, подожди. Ну подожди, давай так, подожди, начнем с того... Ты дружишь с людьми, которые едут по дорогам. Давай в одну кучу не бойся. Все вообще не дружат. Еще раз, давай не будем одну кучу словами. Что такое помощь на дорогу? Есть некоторое родное солидарность всех людей, обладающих машиной. Но солидарность... Подожди, подожди. Есть солидарность всех христиан, потому что они христиане. Есть такая солидарность? Не знаю. Ну как? Ну ты приходишь в церковь, там точно такие же, как ты, христиане. И ты думаешь, как здорово, на самом деле, я не один. Есть другие христиане, такие же, как я. В этом смысле, да. Есть солидарность, скажем, всех философов. Всех философов, приходят, встречаются, жмут друг другу и выдумывают, что вот не один такой я придурок, а что-то такие другие есть. Христиане так же, да. Да, что много таких, понимаешь? Но все это, конечно же, не дружба, но некоторого рода солидарность. Так вот, дружба, на самом деле, это просто более крепкая связь, которая исходит из некого рода солидарность, начинается как солидарность, а заканчивается просто более крепкой связью. А любовь тогда что такое? А любовь, на самом деле, это взаимопомощь на дорогах к другой стороне. Потому что мужчина и женщина, допустим, если мы берем пока в семью, давай возьмем семью. Вот давай возьмем семью. Любовь может быть разный. Я понимаю, давай возьмем сначала семью. Для того, чтобы прояснить, что такое любовь, надо взять некоторые степени любви. Вот, допустим, берем семью. Согласись, что в семье муж и жена дополняют друг друга. Во-первых, дополняют до целого, чтобы производить детей. Во-вторых, до того, что как бы они разные стороны человеческой природы. Как раз в семье очень часто бывает так, что кто-то любит, а кто-то позволяет себе любить. Как раз оттуда, любовь-то в семье. Смотри, для разговора... За редким исключением нет гармонии, послушай, за редким исключением нет гармонии, когда любовь взаимна. Большей частью люди как бы вот... Я не говорю о взаимной любви, я говорю о взаимной выгоде. Ну вот так, а если любовь не взаимна? Я же еще раз говорю. Тогда какая взаимная выгода-то? Ты же живем в взаимной выгоде. А если это взаимная выгода, возможно, только приводит к ним. Еще раз говорю, ты хочешь сказать, что люди живут в семье, как бы... Я хочу сказать, что любовь, на которую не отвечают взаимностью, а Бог никому не отвечает взаимностью на любовь к нему, она бескорыстная. Сколько бы ты не любил Бога, ну, не будет он под твою дудку плясать, как жена там, или муж там, или там друг, понимаешь, да? Не допроешься ты мне ничего, как бы. Все равно он по своим этим мотивам. Валя, вот мне больше всего прикалывает. Вот чего скакать, на самом деле? Я предложил сначала обсудить семью, а ты перескочил сразу на Бога. Ну, понимаешь, конечно, к этому все ведется. Но для того, чтобы понять, как можно любить Бога, надо понять, как можно любить человека. Если один человек не любит другого... Да какая разница, если люди живут в семье? Любовь ведь называется не то, какое-то идеальное чувство, которое существует. А люди живут в семье зачем-то? И это и называется любовь. Наоборот. Вот есть некая семейная любовь, она бывает разная, да. Бывает голубая, красная и прочее. Но она бывает, это и есть любовь. Люди зачем-то вместе живут, могли бы не жить, и зачем-то живут. Зачем они живут? Можно сколько угодно мечтать о какой-то идеальной любви, а не так как-то особо по-идеальному любят. На самом деле, если посмотреть все искусство, на самом деле, там, то, на самом деле, идеальная любовь всегда кончается смертью. Сначала Ромео там, потом и Джульетта там, и прочее, вся вроде такие любви всегда кончаются не тем, что... И потом стали они жить, пожевать и добра наживать. Почему-то так не кончается. А кончается всегда что... и всё. И это указание на то, что любовь, которая бывает семейная, она всегда обычная, вот такая обычная семья живёт. И как семья живёт, это и есть любовь. Никакой другой любви не бывает семейной. Если семья живёт вместе, если два человека вместе живут, они иногда себя друг друга ненавидят, они ссорятся там, как бы и прочее. Знаешь, как это, муж и жена одна сатана там. Чего так с ними не происходит-то? Но тем не менее, вот всё это многообразие человеческой жизни и есть любовь семейная. Но она точно так же основана на некой взаимном выгоде. И точно так же можно её рассматривать как своего рода помощь на дорогу. Точно так же любовь родственников. Если взять уже семью в более широком масштабе. Детей, дети, там, и дальше пойдут внуки и прочее. Она точно так же основана на выгоде. Потому что в некотором отношении семья и дальнейший твой род это есть продолжение твоего тела. Потому что как бы в них ты явлен. Ты себя произвёл на свет, продублировал. И это производство будет осуществляться дальше, в некую бесконечность уходит. Естественно, и ты являешься продолжением какого-то рода, и сам ты являешься вот этот род, продолжаешь. И всё это движение рода, оно всегда осуществляется как помощь на дорогах. В некотором отношении это вот любовь в рода, любовь людей в роде, матери к сыну, вообще родителей к детям, детей к родителям. Всё это не что иное, как вот это добро, как помощь на дорогах, понимаешь? Как вот это вот некое разумный эгоизм, скажем, вот лучше назвать, потому что помощь на дорогах, она как-то звучит смешно. Я лучше мне предлагаю всё это вот такую, где все такие отношения, взаимные отношения, где добро осуществляется, где польза осуществляется не ради как бы только наживы, а как бы вот из какого-то негого разумного начала, да, хотя и подразумевается всё-таки какой-то обмен. Предлагаю называть разумным эгоизмом, в отличие просто от как бы вот эгоизма, да, вот этого, где просто человек пытается всё по себе грести. Так вот, разумный эгоизм, на самом деле, осуществляется в семье, осуществляется в роде, везде осуществляется разумный эгоизм. Так а где, возможно, такая крестьянская любовь? Ведь не даром, на самом деле, если посмотреть Евангелие, ведь крестьянская любовь – это не любовь между мужчиной и женщиной, не любовь родителей, это какая-то другая любовь, жертвенная, совсем другая. Мать жертвует себя ради сына, ради детей, не потому, что она на самом деле жертвует христианской любовью. Она жертвует, потому что дети – её продолжение. Она за себя жертвует. Если, допустим, нападут на меня, я буду ради себя с собой жертвовать. Если нападут на продолжение меня, моих детей, я точно так же буду ради этих детей с собой жертвовать. Потому что это и есть мое продолжение. Это на самом деле разумный эгоизм. Или, допустим, нападут на мое имущество. Опять же разумный эгоизм. Иначе везде присутствует этот разумный эгоизм. Ни в коем случае не надо думать, что Симарь жертвует собой ради детей, что в этом есть какой-то подвиг. Это обычное нормальное состояние. Конечно. Другое дело, христианская любовь, она не такова. И христианская любовь, она предполагает некоторую жертвенность, где вот этого разумного эгоизма нет. Вот может ли такая быть любовь? Ну смотри, к чему я веду к себе? Я веду к тому, что, пытаясь понять, существует ли... Почему тогда в христианской любви нет этого разумного эгоизма? В христианской любви? Подожди. Потому что люди все... Христианство! Подожди. Все люди, они так или иначе брать. Все мы дальние родственники. Когда не отвечаешь брату на зло злом, то тоже как бы преследуешь цель сохранить вид. Вот тебе разумный эгоизм. Еще раз. Я хочу сказать, с христианством можно понять, как разумный эгоизм. Это все есть, все основания. Ты понимаешь, если ты хочешь найти абсолютно бескорыстную любовь, то она будет абсолютно бессмысленной. Надо что-то абсолютно бессмысленное совершать. Почему? Абсолютно бессмысленно. Ну а как? Ну вот давай... Потому что... Вот давай попытаемся... Потому что может ли быть добро неосмысленно? Нет, давай попытаемся как бы... А любой смысл – это польза, понимаешь? Нет, я просто хочу рамку некую затвердить. Смотри. Все взаимоотношения людей на Земле и древних времен, и современных, все строятся на принципах разумного... Ну в лучшем случае, да? В лучшем смысле этики. На принципах разумного эгоизма. Можно ли построить другой принцип добра? Потому что если принцип добра построен на некоторого рода прибыли, пусть не прибыли, которые тебе сейчас непосредственно дадут в виде платы, а пусть прибыли в виде воздаяния посмертных, в виде воздаяния после перерождения, как закон Карма, или воздаяния в роду, не ты, твой род как-то станет благословенным, ты, может быть, сейчас плохо живешь, но твои вот будущие поколения будут жить там лучше. Вот есть ли как бы... Ну чего? Вот кроме такого принципа, какой-нибудь другой принцип этики можно предложить? Можно, да. Но опять же, это не принцип жизни, а это принцип умирания. Если бы сейчас появилась какая-то угроза... Ты даже не знаешь, что это о чем... Послушай, послушай, всеми было очевидно, допустим, под метеоритом, вот недавно летел, или термический под метеоритом, пленеть невозможно там, через 2-3 месяца все люди на Земле умерут. Я думаю, что многое бы в жизни людей поменялось на эти 2-3 месяца. Да дело же не в этом, ладно. Потому что жизнь такой, как сейчас она не осталась. Ну ты, я тебе перевожу про простой пример, допустим, вот помощь животным, ты приходишь в пар, и, допустим, ты даже животных, каких-нибудь птичек даже не видишь. Зачем ты, допустим, ты вешаешь кормушки зачем-то там, птичкам, которые прилетят и будут кормиться. Или там еще какие-то вещи делаешь. Кормишь, допустим, там, лебедей, или там кто-то кормит диких котов, которые там непонятно где там живут в подвалах, там и прочее. Зачем они это делают? Прибыли от этого никакой. Какая прибыли мы от этого? Коты ведь ответить не могут. Ну, мы говорили, что они могут ответить. Ну, давай как бы в первом приближении будут считать, что коты все-таки как бы... Слушай, Влад. Хотя и могут ответить, но... В смысле? Прибыль принести тебе не могут. А можно различить вот так вот, что когда есть смысл или прибыль, да, вообще, это бескорыстный поступок. А когда есть смысл или прибыль только для тебя, тогда это корыстный поступок. Когда только для тебя. А когда... Потому что, ну, иначе, понимаешь, иначе бескорыстный поступок это бессмысленный поступок. Потому что любой смыслный поступок птичкам повесил, чтобы было больше птиц, Значит, может додумать меньше насекомых, больше вырожая вырасти. И так любая смысл. А человек не может совершать бессмысленно. Смотри, я не хочу сказать, что поступок, который имеет цель, обязательно имеет корыстную цель. Ведь корысть – это некоторое родное намерение. У тебя, конечно, определенного рода намерение. У тебя может быть цель поставлена, намеренно может быть поставлена цель. Но почему она обязательно будет сразу корыстной? Вопрос состоит в том, можно ли поставить цель, но бескорыстно. Если эта цель не только для тебя, то она бескорыстна. А если только для тебя, то корыстна. Но это и есть помощь на дороге. Помогать на дороге – это как-то цель. Значит, помощь на дороге – это бескорыстная поскольку человек. Нет. Ты помогаешь на дорогах, чтобы помогли тебе. Ты помогаешь, условно говоря, детям, чтобы помогли твоим детям. Ты помогаешь чужим людям, допустим, пожилым, чтобы помогли твоим пожилым людям. Что ты еще хочешь? Я не чуть хочу, я как-то пытаюсь понять, возможно ли что-то еще большее. Возможно ли что-то еще другое, помимо помощи на дорогах. Я думаю, неуразможенность. Если, Володь, когда ты об этом говорил, то я с тобой согласен. Больше надо. Я считаю, что как бы пытаюсь выстроить, и в этом состоит вообще вся вот эта цепочка многообразная там, семинаров, которую я пытался подвести к этому вопросу. И состоит в том, возможно ли идеальная этика. Почему я называю ее идеальной, потому что я не знаю, возможно ли она или нет. Которой осуществляется бескорыстный поступок. То есть намерение есть, цель ставится. Ты правильно говоришь, бесцельный будет неосмысленная. Но цель есть, но она бескорыстная. Ты понимаешь, только вот в том случае заработать твоей идеальной этикой, если это будет вот как бы всегда. Всегда ты, даже когда в отношении тебя не поступают. Когда вот нет, дашь, надашь. Когда вот на дорогу там вот ты делаешь, там же тоже нет, дашь, надашь. Понимаешь, ты же делаешь, ты же не знаешь, что какой-то человек может не остановиться проехать в небо. Ты будешь голосовать, а он проехать в небо. Ну это, 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 это и повесит. В этом состоит суть того, что здесь нет прямой корысти. Здесь как бы корысть косвенная. Но ты подразумеваешь в некотором роде косвенную корысть, что когда ты будешь стоять, ты тоже будешь иметь право стоять, так и голосовать. Если ты помогаешь старикому, то ты имеешь право на то, что когда сам станешь стариком, точно так же надеяться, что и тебе помогут. И не будешь рассматривать это как некое благодеяние с неба, а будешь считать, что это нормально. Вот, например, ты помогаешь своим родителям. И как бы в некотором отношении будешь, можешь надеяться на то, что и твои дети тебе помогут. Да это не важно. А я все равно помогаю родителям. Значит, ты бескорыстный поступок? Как нет? Так смотри, суть-то в чем состоит на самом деле. Я когда пытаюсь подвести к тому, что такое бескорыстный поступок, да, вообще говоря, бескорыстная этика, где этика, где не существует вообще никакой корысти, да, я пытаюсь подойти к ней как бы хитрым образом. На самом деле, эта этика как-то связана с религией и с Богом. В чем тут смысл? Дело в том, что ты правильно говоришь, Богу ведь ничего от нас не нужно. Он полнота. У него все есть. Это вот когда я с тобой обмениваюсь, да, или там с кем-то другим человеком, у нас, вот какие бы мы ни были, но все равно у нас у каждого чего-то не хватает. Красоты, там, я не знаю, там, денег там не хватает, там, ума, там, там, чего. Ну, мало ли чего не хватает. Что-нибудь еще не есть. И поэтому, когда мы обмениваемся, мы обмениваемся из нищеты. Все равно, как ни крути, у нас всегда будет этот недостаток. А у Бога-то избытка, да? А у Бога-то у него же все полнота, он совершенство, у него избыток. Ему ничего не надо. Мы туда три копейки бросим, а оно уже не увеличится. Потому что там и так все есть. И поэтому, на самом деле, ты не можешь благодеяние Богу сделать. Ради Бога ты благодеяние, на самом деле, сделать, в смысле прибыли, не можешь. То есть, сколько бы ты ради Бога ни делал бы, никакой прибыли у Бога нет. Для Бога это, на самом деле, ничто. То есть, у Бога не прибавляется. Вот когда я тебе делаю прибыль, у тебя прибавляется, у меня уменьшается. Всегда так. Почему? Ну, потому что, если речь не идет о деньгах, а речь идет хотя бы о времени. Я трачу свое время, и как бы у тебя удваивается время, потому что оно твое плюс мое, а у меня время уменьшается, минус мое. Допустим, я тебе помогаю, допустим, разгрузить что-нибудь там, или мебель в квартиру разгрузить. У тебя прибавляется время, потому что я тебе даю свое время, и ты используешь свое время, чтобы в два раза быстрее, чем если бы ты один работал, все это расставить. А на самом деле, не в два раза, а больше. Потому что один бы ты и поднять бы ничего не смог. А так вдвоем бы это сподручнее и прочее. Но у меня-то оно убавляется, я же свое время тебе подарил. Это же все, на самом деле, можно измерить временем. Проще всего измерять временем. Потому что там деньги, какие-то материальные вещи и прочее. Это же, на самом деле, то или иное наковение времени. Ну, если даже Маркса взять, это стандартное. Это, на самом деле, мысль не такая великая, она-то обычная. Мы владеем только своим личным временем. И можем его либо тратить на зарабатывание денег, либо на самосовершенствование, либо на что-то иное. На помощь другому и прочее. Это и есть наше богатство, которое мы распределяем. Как свое время сбыть. И когда человек сидит около телевизора и тупо переключает каналы, и тратит свое время, условно говоря, бессмысленно, это и есть ничто иное, как вот просто такая трата совершенно прожигающая, просто в пыль превращающая. Вот это личное богатство. Просто взять и растратить. Поэтому так и жалко его бывает. Так вот, я пытаюсь такую создать этическое направление, когда ты действуешь в этом мире, но это действие должно быть как-то относиться к Богу. Ты действуешь как бы ради Бога, но не так, как я описывал, что на самом деле ради какого-то спасения. А ты действуешь ради Бога без всякой корысти. Вот как это, без всякого как бы надежды на воздаяние. Не так, что ты, например, Богу как бы что-то несешь, кучу маленьких дел несешь, несешь, а Бог такой складывает, складывает у него такой ангарик маленький, стоит он там, добро твое складывает, и ты так, ху, как много. И раз тебе кусок какой-нибудь, раз, обратно монету. Не так. Да, когда ты делаешь... Почему это не так? Потому что у Бога вот этого нет ни складывания, потому что он не увеличивается, у него ничего. У тебя увеличивается. Вот как у меня увеличивается? У меня увеличиваются мои очки, да, как бы галочки такие. Вот я сделал там 10, да, 100. Нет, 2 личность меняется. Вот. Вот это уже направление правильное. Как-то меняется личность. То есть на самом деле здесь как-то вот эту этику бескорыстную надо как-то особым образом понимать. То есть, когда я действую ради Бога... Это петля, понимаешь, которая затягивается на шею. Нет, ты заметь. Начинаешь делать добрые дела, перестаешь делать зла. Нет, вот заметь. Она потихоньку начинает затягиваться. Нет, смотри. По мере того, как она затягивается, ты все меньше и меньше можешь делать зла, как святые-то говорят. У них же первый уровень. Не могу не делать зла, а второй уровень не могу делать зла. И когда он делать зла уже совсем не может, тут он прямой дорогой на крест и летит, как бы. И ему больше не подойдется. А почему он не может делать зла? Потому что с каждым добрым поступком, слышишь, его личность изменяется Понимаешь, на самом деле, я согласен, ты правильные слова говоришь Но тут вопрос в чем состоит Почему-то всегда скатываются, когда обсуждают разговор о том, что действие ради Бога Делаешь добрые дела ради Бога, ради Христа и прочее То всегда скатываются к некому разговору о обмене Любой человек так Но естественным образом ты ради спасения делаешь То есть ради некоторого воздаяния Нет, не спасение Это так просто жизнь устроена, что ли Да дело же не в этом Это не жизнь, а вот так человек устроен Что если он делает злой, он становится злым Если он делает добрый, он становится долгим Да я не об этом говорю Я помню, что мы с тобой различали Мы постоянно же двигаемся в одной и той же парадигме Развлечения рабского сознания Развлечения наемнического сознания Развлечения сыновского сознания Блин, Влад, ну пойми У тебя мозг состоит из нейронов Механизм очень простой Когда совершаешь добрые дела Нейроны определенным образом организовываются Понимаешь? В определенной системе Валь, неважно как это технически выглядит Они привыкают вот так Ну понятно, понятно То есть как бы мы такие же мартышки и кошки Как и кошки и мартышки Ну что ты Да, и с какого-то момента ты уже не понимаешь Ну не об этом речь идет Не роботы мы Не роботы Не так, чтобы как бы Это глупого разговора вообще Тогда зачем тогда об этом разговаривать Ну роботы мы Надо научить наши нейронные сети вести себя правильно Все Зачем тогда вообще о добре и этике говорить Надо придумать машину Которую правильно прошивать будут наши нейронные сети И все Вот и будут все добрые Бред какой-то несешь и все Ну что ты говоришь-то, Валер Речь же не об этом идет А где свобода? Когда ты перехожешь на понятие нейронной сети Все, забудь о свободе Никакой свободы нет Есть только нейронные сети И вообще тебя даже нет Нейронные сети вообще Если ты понимаешь это Сейчас вот их моделируют И человек не нужен для нейронных сетей Тут и состоит себе фишка Что на самом деле мы все-таки держимся Понятия человека И держимся понятия личности И где нейронная сеть Это некий механизм Ничего не объясняющий Для личности Как личность поступает Почему так А не иначе Никак не объясняется Так вот Суть-то вопроса В чем состоит Мы свободные И сыновья действуют свободно Они значит действуют не из страха И награды В том числе и награды В том числе и награды Связанные с вечной жизнью Не ради спасения А они действуют как-то иначе И вот это действие как-то иначе И есть настоящее действие добра Не добра как в понимании экономического имена Не добра в понимании как бы Помощи на дорогу Гостеприимства там И прочего А третьего вида добра Ну если есть потребность Свобода есть тогда Ну у тебя есть потребность А где твоя свобода? Свобода подразумевает автономию Самооружение такое Еще раз говорю А на самом деле Если вдуматься Я ведь говорю всегда Когда обсуждаю этику А как ты хочешь выразить-то? Подожди, послушай Я когда Человек так устроен Его любой акт Он обусловлен Значит нет свободы Значит нет ответственности Ничего нет И Бога в том числе нет Бог точно так же закрывается Вместе с человеческой свободой Все закрывается сразу Ты знаешь что единственное Вопрос чем обусловлен Единственное доказательство Бога в этом мире Единственное доказательство И то оно под вопросом Это человеческая свобода Если она есть Значит Бог есть Если ее нет Значит и Бога нет Это одновременная вещь Единственное доказательство И то говорю опять же но под вопросом. Понимаешь, потому что, может, свободы нашей и нет никакой, может, это иллюзия. И всё тогда. Бога нет, ещё нет, всё тогда просто мы механизмы какие-то, знаешь, вот так куски мяса, протоплазмы. Вот так вот, размазанные по планете Земля, и всё, кишим, и всё, и считаем почему-то и относим это к себе. Между прочим, если вдуматься, буддизм ведь об этом и учит. В конце концов, истина буддизма, если вдуматься, она состоит в том, что надо своё сознание растворить в сознании вот этом всеобщем в Брахмане. Размазать себя, да вот эту свою эгоизм, свою я, вот как просто растоптать и всё. То есть, у них как бы отказ от эгоизма понимается, как отказ от я вообще. Ведь суть-то в чём состоит? Свободы. Что свобода, она моя свобода. Не она не свобода какого-то абстрактного тела, там, или абстрактного какого-то там, Брахмана, да, а она моя личная свобода. Я свою личную свободу направляю. И у меня возникает взаимодействие моей свободы и свободы Бога. Две свободы встречаются, две личные личности. А в буддизме не так, нет никакой. Я даже подозреваю, что у них и свободы, наверное, нет. Это в буддизме никакой, да? Чтобы всё предопределено. Скорее всего. Потому что, иначе, если бы была свобода, они бы не могли так обсуждать, как это можно от эго отказаться. Невозможно от эго отказаться не потому, что, в принципе, нельзя этого сделать как-то так, теоретически. А невозможно, потому что есть свобода. Могу я найти в себе я, или не могу? Могу я назвать один принцип или другой в себе, там, сознание, мышление, там, внутреннее переживание, самосознание или какие-то другие принципы. В качестве принципа я. Или не могу, в принципе. Это не важно. Важно то, что несмотря на всё это, если моя свобода есть, и она моя свобода, значит, этот принцип есть. Принцип этот я есть, потому что есть свобода. И только так, на самом деле, мы определяем, на самом деле, что я есть. То есть, на самом деле, я — это не вопрос теоретической философии. В теоретической философии никакого я нет. Это всё глупости. Там просто, как бы, субъект, он какого-то абстракта, и всё. Я возникает только в этике. И только... Почему, вообще говоря, этика так важна для философии? Да потому что это и есть суть философии. Мы это я, которая, на самом деле, практически и вниз-то и спускаем, в том числе, и в науку, везде, везде распространяем. Потому что оно этическое. А этическое — это я. Основанием состоит то, что есть наша свобода. Вот есть свобода, которая просто есть. Вот мы практически понимаем, что она есть. И мы, пытаясь осознать, что это такое, говорим «я», «субъект», «самосознание» и так далее. То есть, обратный процесс. Не так, что есть какое-то «я», а потом мы думаем, присоедините к ней свободу или нет. Не так. Сначала есть свобода, и мы понимаем, мы начинаем в этой свободе жить и дрыгаться. Неважно, осознаём мы, кто мы такие или нет. А потом мы пытаемся эту свободу описать. Сказать, а что же такое свобода? А свобода — это я. Это самосознание, это моё мышление и прочее. Вот какая логика. И поэтому, если мы говорим в вопросе этики, это не просто так, а потому что сущность философии, она исходит из этики. Кто этого не понимает, тот вообще философию не понимает. Вся теоретическая философия — это всё вторично, исходная, фундаментальная вещь. Самое главное — это этическая проблема. Собственно, в этике только возникает настоящее я, и оно только везде существует. И вопрос всегда связан с вопросом, и все вопросы философии вот так вот сплетаются в один бар. что такое эта свобода. Если мы это понимаем как-то или пытаемся осмыслить, мы понимаем всё остальное. Всё остальное отсюда просто как следствие. Вот есть некая свобода наша, и мы пытаемся понять, что это такое. И соотнося эту нашу свободу, ограниченную какую-то, со свободой абсолютной, с одной стороны, в виде Бога, а с другой стороны, со свободами других, таких же, как мы, других людей, возникает вот это все многообразие, которое мы наблюдаем. Социальные жизни, научные и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому это важно. Но тут я как бы отклонился, на самом деле, был просто необходимый разговор. Необходимый разговор состоит в том, что этика всегда подразумевает свободу. Поэтому на уровне этики нельзя говорить о биологических каких-то моделях, там, нейронной сети и прочее. Они, все эти вещи, они просто изначально элиминировали самое главное. Самую главную проблему. Что такое свобода? А вот они её элиминируют, а дальше уже просто, ну дальше что угодно можно говорить, и свободы нет. Ну что там? Дальше уже просто не важно. Вся самая основная, главная проблема, она уже исчезла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok